Здравствуйте, дорогие друзья! Знаю, в какое время мы все проходим испытания. В эти времена, более 100 лет назад, была также хаотическая воронка испытаний, как и сегодня для каждого человека. И пугать вас у меня нет никакого желания. Наоборот, скорее подготовить вас. А что будет 20 октября? Интернет шумит, как осенними кружащимися листьями на аллеях парков, разными предположениями. Но давайте посмотрим взглядом сверху, взглядом пятимерным. Потому что трехмерное сознание еще в страхе или специально его формирует в общественном сознании этот страх. Однако испытаний никто не отменял. И они будут, и будут для каждого свои, по мере его сил. Чем могущественнее душа, тем испытания будут более мощные. И чтобы их пройти, нужно обладать двумя способностями одновременно. И концентрации, это когда мы смотрим в одну точку, или живем из одной точки. Что символизируется со стихией огня. И расслаблением, что символизируется со стихией воды. Когда идет расширение. То есть огнем и водой. Как булат закаляет нашу божественную волю. Кто закаляет событийность, которой мы с вами оказались все. И это мы с вами выстроили вот такую вот картину, в которой мы проживаем. Я имею ввиду всем миром общественно. Не отдельный человек, а все коллективное сознание. Вот вы знаете, не время сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, искать виноватого. Правда, не время. События будут еще не шуточные. И уже сейчас необходимо эти качества в себе активировать. Одновременно. Как в постоянно движущемся торе. Ссылка на ролик в первом комментарии. Смотрите. Вот если вы мне скажете, что у меня не получается, я не могу. Не надо, чтобы получалось. Не требуется от вас. Просто смотрите и как бы мысленно перетягивайте эту картинку на себя. Просто желайте ее. Желайте вот этого внутреннего движения. Если вы еще болеете и не в состоянии даже помочь себе, то помогайте быстрее. Обращайтесь к архангелам, ангелам. Ролики о них только вышли. Пожалуйста, используйте эти практики. Но и сами находитесь осознанно в доброжелательных чувствах и преданных себе мыслях. Это уже не сложно. Потому что в пространстве создался довольно приличный кристалл любви. И он будет вас подтягивать при вашем желании жить достойно. А энергия, огня вселенской любви освещать эти все кристаллы. И ваш в том числе. Но вернемся к воронке. Или вихрю событий, который уже сформирован в общественном социуме. Он, конечно, будет закручиваться. И, возможно, потерять силы в борьбе с вращением стихии воды. И вот тут нужна стихия вашего личного огня. Чтобы не выбиться из сил и не проиграть воде. Не стянуться туда. Чем? Негармоничными чувствами страха, обид, ненависти, конкуренции, доказательств своей значимости, противоречий, мести, контроля, насилия и любого рода соревнований. Особенно в семьях. Это не время воды. А время слияния воды и огня. И вот тут вы самый главный участник на этой сцене происходящих событий. И ваша победа богам лично не нужна. Она нужна вам. Конечно, вы можете спорить. Но хочу сказать, что в мироздании все взаимосвязано. Но прежде всего, эта победа нужна вам. Потому что это вы становитесь богом, приняв величие воды, чувств, и величие огня, мысли. И они должны быть вашими союзниками, оба. А для этого нужно освободить себя от всех страхов, ожиданий, мнений и обид. Если ваш ум не успокоился, вы сгорите. Если ваше сердце будет страдать, вы утонете в слезах, в недовольствах своей жизнью. Но если вы займете почетное место божественного существа в золотой середине. На канале есть такой ролик. Четвертый, пятый полимер. Не пропусти золотая сфера гармоничной событийности. Тогда вы становитесь победителем или божественным сияющим существом. Да, вы можете сказать, что мне легче всего, что я сижу в каком-то пледе, около какого-то камина. И ничего не делаю, а только ваяю ролики. Ну попробуйте, поваляйте, кто мешает. Так может говорить только человек, который вообще не осознает этот труд. Любой труд – это труд. И это называется в мире материи преодоление. Любой труд – это преодоление и наработка мастерства. Мастер света имеет много профессий и становится через преодоление лени, боли, нетерпения, жалости к себе, ворчания, обвинения, ненависти и сожаления. Мастер света всегда живет в благодарении за жизнь. Да, он живет в благодарении за дары создателя. Потому что любой талант – это и есть дар создателя. И он дается как награда за какое-то преодоление. Потому что когда он преодолевает, он наполняется нектаром жизни. И наделяется божественными талантами озарения, здоровьем, счастьем. О труде сказала, но что-то упустила. Упустила то, что воронка засосет того, кто тяжел и ничего не делает сам, только сидит в ожиданиях. Ну как они там? Справятся? Воронка засосет тех, кто живет в старых привычках. Потому что следует освобождаться от негативных привычек. Потому что сегодня время диктует освобождение от негативных привычек. И еще что упустила. Даже в мире материи гибнут прекрасные пловцы. Молодые, подготовленные, сильные. Я свидетель, как молодого красивого парня выловили на оби. И все стояли и плакали, когда видели подобное. Прекрасный летний день. Все отдыхали. И воронка утащила этого сильного парня. Потом у меня была подобная история. Когда рядом с Коктебелем в Арджиникидзе небольшой такой поселок есть, плавая с ластами между скалами, меня утянуло подводное течение на очень большое расстояние. И казалось, что ты вообще беспомощен и не в состоянии выбраться из этого потока. Но тогда я себе сказала, конечно, мысленно, что я люблю воду и доверяю всему, что со мной происходит, и верю в свое могущество. То мне предоставился случай, немного погодя, зацепиться за достаточно большую скалу и возможность удержаться, чтобы поток не уносил в море. Конечно, много нужно знаний и опыта, чтобы жить на земле. Это не планета удовольствий. Это планета шансов, планета испытаний и смерти. Шансы жить всегда есть у каждого. Это и есть намерение. А сейчас не время сопливых мальчиков и сопливых девочек. Это время взросления и становления мастером света. Только не надо думать, что я кого-то уговариваю. Нет, наоборот. Скорее сталкиваю с вашего благополучия жить в иллюзии общественной привычки накопительской жизни в роскоши. Это прямо бич богатства. И тут дело не в зарабатывании денег, а в устаревшей модели поведения или в старом шаблоне достижения положения или богатства. И все, в общем-то, забывают об ответственности, которая следует за... Возвращусь к золотой сфере гармоничной событийности, которую вы сами призываете и сами в ней проживаете, сохраняя и приумножая свой свет. Или, как раньше на Руси говорилось, стяжаю дух. И снова я возвращусь к пловцу и воронке. Много прошло лет, и случайно узнаю, что, чтобы спастись воронке, необходимо нырять в нее вглубь, для того, чтобы попасть в начало вихря, где у него нет той мощи и той силы. И вот там есть возможность спасти свою жизнь. Вот так же и с нашим социальным осенним вихрем всевозможных пертрубаций в обществе. Чтобы он не уничтожил каждого из нас на поверхности, нужно нырять вглубь себя и находиться в своей силе и в своем могуществе, в своей вере в жизнь, в своих энергиях любви, в конце концов, в кристалле любви большой группы единомышленников. Тогда вы спасете не только свою жизнь, но и жизнь своих родных, близких, сослуживцев и вообще в целом планеты. Почему? Потому что вы становитесь преодолевая мастерами света. Конечно, это не время что-то ждать и на что-то надеяться. Вот кто-то придет, вот архангелы придут и спасут. Архангелы приходят к вам при вашем устремлении, при вашем намерении, при вашем желании жить, при вашем желании преодолевать. Конечно, они приходят. Но если вы ничего не делаете, да даже не обольщайтесь, да вас даже не видят энергетически, и скорее вас освещают те, кто живет рядом с вами, кто преодолевает. И поэтому вам до архангелов далеко. Но если вы стали мастером света, если вы преодолеваете, конечно, к вам приходят архангелы, и уже они вам помогают удерживаться на высоте, которой вы достигли. Да, вы становитесь мастерами света. И если мы с вами становимся мастера света, то мы и сами достаточно подготовлены, потому что закаляемся огнем и водой. И на основе этого, этого могущества мы принимаем верные решения на тот момент, когда нам это необходимо сделать. Сделать свой выбор, несмотря ни на что. Разворачивайтесь навстречу тем проблемам, которые встают перед вами, и они отступят. Отступят перед вашим величием. Легкие пути уже нам всем не подходят. А вот жизнь в золотой середине и событийность по линии наименьшего сопротивления. Поэтому преодолевайте, разворачивайтесь к своим событиям, которые, как вам кажется, сложные. Но когда вы развернетесь, вы увидите, что они убегают от вас, а не вы от них. Побег сейчас – это слабость. Избавление от кого-то или от чего-то – это слабость. А вот признание, признание любого божественного проявления, несмотря что он наркоман, пьяница или еще кто-то, вы признайте, что это божественное существо для начала. А потом увидите, как разворачивается. Не убегайте от ситуации, разворачивайтесь к ней, принимайте ее. Нам уже надо признать, что мы живем в другом мире. Мы живем в многомерной реальности, где у вас миллионы вариантов. И вы всегда выбираете из этого миллиона тот путь, который вам подходит. Уже нарисованы, понимаете, вот режиссером нарисовано миллион сценариев. И вы всегда выбираете то, что вам подходит. Поэтому, если вы будете находиться в золотой сфере гармоничной событийности, вы будете принимать решения, которые не во вред вам действуют, а во благо вам лично, а отсюда и во благо всем. Конечно, те, кто уже в состоянии, те, кто уже поднялся на достаточно большую веру в себя, то вместе с силами света освещаем всех и живем в бурлящем социуме. А закончу я простыми словами. И только в сердце бури скрыта суть покоя.